На другом судебном процессе по делу о беспорядках в ЩИТПе применение видео и аудиосъемок из зала судебного заседания по-прежнему невозможно. В первый же день ходатайства подсудимых и адвокатов, а разрешение применения аудио-видеозаписи удовлетворено было, так же как и на процессе по событиям в Жан-Аузене, частично. Председательствующий судья Мрзабеков, рассмотрев этот вопрос, постановил далее цитаты из протокола суда. Для проведения главного судебного разбирательства в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность участников процесса, представителям СМИ разрешить применение аудио-видеозаписи, начало главного судебного разбирательства и только 10 минут. Конец цитаты. Это разрешение имело силу только в первый день суда, а в остальные дни представители СМИ заходят только в специально отведенное помещение, ну и там журналистам отведена роль созерцателя. Снимать и записывать запрещено, а качество трансляции из зала суда не выдерживает никакой критики. То и дело выключается звук, исчезает картинка. К слову сказать, судебное разбирательство по делу событий в журналистении Щитпе освещают только представители трех СМИ, радиозатык, станки из этой газеты «Голос Республики». Между тем, пытки как будто становятся нормой для следствия. На втором громком судебном процессе в октаву по делу о массовых беспорядках на станции Щитпе подсудимые заявили об избиениях и изощренных методах пыток со стороны полиции. Сегодня трое из 12 обвиняемых отказались от своих прежних показаний по причине давления, которое было оказано на них в ходе следствия. Поэтому их показания, мягко говоря, не соответствуют действительности. Их сотрудники полиции в буквальном смысле слова выбивали с каждого задержанного. К примеру, подсудимому Асану Адиеву травмировали барабанную перепонку и теперь он плохо слышит, говорит, к нефтяникам никакого отношения не имел, а задержали его 18 декабря в 6.30 утра, когда собирался на работу. Адиев рассказал суду, что его начали бить. Как только его задержали, он отключился и всю неделю лежал в коматозном состоянии. Назвал две фамилии полицейских, которые его избивали, и они же, по его словам, присутствуют в зале. Далее отрывок из допроса Адиева. Его проводил государственный обвинитель Жанаев. Вам вопрос. Вот вы говорите, что других вы не трогали. Во время содержания в изоляторе временного содержания или в следственном изоляторе применялись ли к вам незаконные действия? Били, запугивали ли? Были ли другие действия? Да, было, все было. Нет, я спрашиваю про изолятор временного содержания и про следственный изолятор. Было, да. В каком из них? Во всех. До какого времени было? В любое время было. В какое время вы прибыли? 21 декабря. После этого никакого давления не было? Было. А в какое время? Как пришел и все два месяца. Так, с чьей стороны? Со стороны октаусских оперуполномоченных было все. В материалах дело есть ваше объяснительное, вот 10 февраля. То есть сам чистосердечно признаюсь, никакого давления не оказывалось. Сам своей рукой пишите, что был Кожемурат и второй парень. Обо всех пишите. Как это понять? Так заставили написать. Я так писал, потому что мне угрожали засунуть дубинку в зад. Поэтому я написал, но не по своей воле. Не один раз писали, а два раза на имя начальника следственного изолятора. Чем вы это можете объяснить? Оба раза пугали засунуть в зад дубинку. Били меня силой, заставляли подписать. Сами писали или сотрудники полиции писали? Громче говорите. Сотрудники полиции писали или вы сами писали? Я сам не писал, под их давлением написал. Сами писали? Да, под их давлением.